МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Процедуру проведения стратегической экологической оценки планируют внедрить в Казахстане, по мнению экспертов. Эта оценка нужна при планировании развития отдельных регионов и принятии определенных политик в бизнесе. Данная процедура позволяет оценить, какие комплексные экологические риски могут нести эти решения в долгосрочной перспективе и как эти изменения повлияют на окружающую среду. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Зеленая экономика». С вами я, Исара Бесенова. Сегодня в выпуске мы узнаем мнение международных экспертов о перспективах устойчивого развития нашей страны. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте была принята в 1991 году в финском городе Эспа. Казахстан намерен присоединиться к числу стран, подписавших это международное соглашение. Принятие документа позволит привлечь к решению проблем в области охраны окружающей среды внимание более широкий круг ответственных лиц. В настоящее время Казахстан как страна рассматривает возможности присоединения к ней. Для этого мы изучаем все те преимущества и недостатки, какие могут быть. В прошлом году мы обсуждали программу развития АПК. Она была разработчик Минсельхоз. И в рамках данной программы, если бы мы были стороной этого протокола, то уже бы были включены такие показатели, как рассмотрение его на предмет того, каким образом воздействует вся эта программа на окружающую среду. В настоящее время мы рассматриваем воздействие на окружающую среду при реализации конкретных проектов. А здесь мы, в случае того, что мы присоединимся, мы будем это делать уже при системном перепланировании всех программ. Несмотря на то, что они могут носить рамочный характер. При реализации местных программ не учитываются глобальные экологические параметры. И это неправильно считают в научно-образовательном центре «Зеленая академия». Кроме того, протокол Международной конвенции призывают к активному вовлечению общественности. Поэтому руководитель центра Бахат Исейкина подчеркивает, что общественность сможет не только ознакомиться с проектами госпланов и программ на самом раннем этапе, но и высказать свои пожелания и замечания. Наша страна находится на этапе третьей модернизации. Естественно, что мы к этому вопросу возвращаемся. Сегодня Казахстан ратифицировал и подписал 22 международных конвенции в области окружающей среды. Нам представляется, что именно предложение присоединения к этому протоколу поможет Казахстану. Очень целенаправленно и точно двигаться к целям устойчивого развития зеленой экономики. И нам необходимо, чтобы эти планы, прежде чем они были бы одобрены правительством и главой государства, чтобы они обязательно проходили некую экологическую экспертизу. Сегодня есть экологическая экспертиза в соответствии с экологическим кодексом, отдельных проектов, которые реализуются на территории. Но, к сожалению, экологической экспертизы государственных программ сегодня, к сожалению, нет. Важный элемент протокола ПССО – содействие трансграничному сотрудничеству в отношении ресурсов окружающей среды, используемых совместно. Отметим, что вступление Казахстана в ЭТО в силу взаимосвязи экономических, торговых и экологических отношений диктует создание не только нового правового поля, но и корректировки госполитики в отношении окружающей среды. В мире 33 страны сегодня его реализуют. Вот как раз спикеры говорили о том, что в 15 странах приняли специальный закон о применении стратегической экологической оценки. В 17 странах ввели изменения в действующее законодательное поле. И нам, кстати, также рекомендовали, потому что сегодняшний этот проект ведет, это как поддержка ЕКО, Казахстану, именно в формате перехода нашей страны к зеленой экономике. Кстати, конечно же, наша страна одна из единственных сегодня, наверное, стран СНГ, которая имеет собственную концепцию перехода к зеленой экономике. Так вот, теперь в очереди второй этап, когда наши коллеги предлагают о том, что можно было бы исследовать, посмотреть потенциал тех законов, которые сегодня есть, и какие нормы можно внести, чтобы ускорить процесс внедрения этого очень важного принципа во все госорганы. Если данный документ будет ратифицирован Казахстаном, можно будет исключить дорогостоящие ошибки. Кроме того, протокол по СЭО позволит развить инновации в бизнесе. К сожалению, процесс внедрения самой процедуры может занять несколько лет. Но это крайне необходимо, считают в секретариате Конвенции ЭСПО Евразийской экономической комиссии ООН. Секретариат предлагает Казахстану комплексную поддержку, в которой мы можем как помочь Казахстану разработать соответствующие положения для изменений в закон, подзаконные акты. Мы также можем предложить Казахстану обучение специалистов и проведение пилотного проекта, и может быть даже и обмен опытом с странами-участниками протокола. Общая тенденция такова, что если произрабатывается план транспортного развития, то при проведении стратегической экологической оценки определяются места, в которых, может быть, необходимо уменьшить интенсивность транспорта, перенести коридор или уменьшить уровень шума, но уже на уровне стратегического планирования. Ярким примером нерационального использования водных ресурсов в Казахстане является проблема истощения Аральского моря. Об этом в последней программной статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» отметил глава государства Нурсултан Назарбаев. И только за несколько лет в середине прошлого века нерациональное использование ресурсов привело к исчезновению Аральского моря, превращению тысяч гектаров плодородных земель в зоны экологического бедствия. И это – пример крайне непрагматичного отношения к окружающей среде. Так прежний национальный прагматизм обратился в расточительность. Истощение природных ресурсов – это неумение планировать будущие нации, говорят экологи. По мнению Элены Сандер, именно внедрение процедуры СЭО может в дальнейшем предотвратить такие экологические трагедии. При недостаточно грамотном принятии решений об использовании воды Аральского моря для растительных систем и развития сельского хозяйства вокруг Аральского моря, сейчас мы имеем трагедию, когда на Аральском море у нас находятся только разбитые корабли. Большое количество людей было переселено в другие районы, и экономический и природный потенциал моря – угас. В контексте вашей страны, например, когда водные ресурсы и есть тенденция к строительству малых плотин, стратегическая экологическая оценка позволяет сделать кумулятивную оценку воздействия всех этих малых плотин и более грамотно использовать водные ресурсы. Из стран СНГ протокол по СЭО ратифицировали Армения, Украина и Грузия. Активно готовятся ратифицировать Беларусь и Россию. В настоящее время в Казахстане природоохранные органы уже участвуют в согласовании практически всех документов в системе государственного планирования. Для сбалансированного развития необходимо принимать осознанные решения в плане учета рисков, которые индустриализация влечет для окружающей среды. А окружающая среда в конечном счете определяет наше с вами качество жизни. Это чистый воздух, чистая вода и это нормальные, недеградированные почвы. И в этом случае внедрение вот этого инструмента стратегической экологической оценки, который принят и широко на законодательном уровне закреплен в странах Европейского Союза, в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, то есть во всех так называемых индустриальных драйверах мировой экономики, он позволяет нам говорить о том, что балансированное развитие индустриализации и защита об окружающей среде, они идут вместе, как бы в ногу рука у круга. Польша ратифицировала протокол по СЭО в 2011 году. Обысть применения данной процедуры обширна. К примеру, польская сторона запустила специальную программу развития городов. По Франции же эта процедура в основном применяется в планах управления лесными ресурсами. В Венгрии запустили план привлечения инвестиций и таких примеров в европейских странах много. В настоящее время перед человечеством стоит ряд проблем, с которыми ни одна нация не в силах справиться самостоятельно. Их решения требуют международного сотрудничества. Все мы понимаем, особую актуальность получают вопросы охраны окружающей среды и экологического предусмотрительного планирования. В презентации перед казахстанскими экспертами я рассказал о применении СЭО в Европе. Могу привести статистику. В Финляндии насчитывается около полутора тысяч процедур в год. В Великобритании и Франции от 400 до 500, и в Австрии около 270 ежегодно. В Казахстане же эту процедуру можно применить в промышленной сфере, особенно в области получения энергии. Это один из актуальных вопросов на сегодня. В настоящее время взаимосвязь между экологией и экономикой не вызывает никакого сомнения и вынуждает разрабатывать национальную политику в соответствии с экологической безопасностью. Безусловно, в данном направлении необходима эффективная нормативно-правовая база. Пока со стороны властей ведутся жаркие дискуссии, но мы ждем дальнейших решений. Оставайтесь с нами на телеканале Хабар 24 и будьте в курсе экологических новостей.